МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, тема нашего эфира будет очень близка и интересна всем тем, девушкам, молодым людям, которые не боятся экспериментировать, не боятся примерить на себя что-то новое, какой-то новый образ, какой-то, может быть, вообще новую одежду, новый макияж и так далее. Тема звучит, мне кажется, очень волшебно, как в сказке. Что это за проект? Кто эти люди, которые этот проект представляют? Я думаю, сегодня будем в течение программы и выяснять. Давайте знакомиться. С нами здесь прекрасные барышни, организатор проекта, модель Анна Забелина. Здравствуйте. Добрый день. И две модели прекрасные, они попозже расскажут о своих образах. Это Елена Чичкова. Здравствуйте. И Юлия Дружинина. Здравствуйте. Анна, вопрос такой интересный. Что за сказочный проект всех самарцев ожидает 5 июля? Проект действительно сказочный. Мы собираемся в лесу. Неожиданно. Да, это очень неожиданно. Для фотопроекта, наверное, обычно все-таки в фотостудиях как-то у нас фотографы привыкли работать. Но тут у нас очень большое количество участников, поэтому мы не можем вместить их ни в какие рамки и стены. И нам нужен простор. Нам нужен лес. Очень большой лес. Мы его нашли в Царевщине. Там очень живописные пейзажи. И у нас будут персонажи абсолютно разные, из разных сказок, каких-то мифические, вымышленные, реальные. То есть лесные жители и не только лесные. Но вообще как давно существует проект и кто может принять в нем участие? Проект существует... данный проект 4 года. То есть на самом деле массовые такие фотосессии, они уже организовывались и раньше. Я сама как модель принимала в них участие. Начинала с этого. Потом поняла, что мне интересно принимать участие не только как модель, а еще и в роли организатора. И вот уже на протяжении трех лет я принимаю активное участие в организации подобных проектов. И принять участие также и помочь в организации может абсолютно любой желающий. Ну вот мы сейчас узнаем. Юлия, насколько я в курсе? Уже не первый год в проекте. Юлия, что любовь к фотографии, желание получить прическу, макияж, фотографии опять же. Что привело принять участие в этом? Ну, меня привело то, что... Да, фотографии, безусловно, хочется красивой, в таких безумных каких-то образах, потому что не все фотографы готовы творить. Экспериментировать. А еще мне нравится мастерить, потому что все костюмы я делаю сама, образы продумываю, соответственно, и вот мастерю каждый образ. У меня с какими-то новыми материалами я работаю, какие-то новые технологии изучаю. Ну, какие образы уже были за эти годы? У меня был образ аборигена, вот, лесной влади... Владычица-королева, да. Владычица-королева? Да, вот сейчас планирую гарпией быть. Гарпия? Да. Что такое вообще гарпия? Ну, это такая мифическая птица у нее, половина женщины, верхняя половина, нижняя птица с крыльями. Из чего делается костюм? Крылья у меня из золона, получается. Такие большие крылья у меня в размах, вот. Пока не доделан, но к воскресенью я планирую сделать. У меня еще дочка будет участвовать, и для нее я тоже сделала такой... Маленькая гарпия, да? Да, мини-вариант. 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 В достатках перьев. В достатках, понятно. Вот. Но она думает, что у нее костюм орла. А, ну пусть. Она пусть думает так, да. Лен, я так понимаю, первый год, да, принимаете участие? В лесной сказке, да, первый раз. Для меня самое главное на подобных проектах – это общение, знакомство с новыми людьми. Это вот моя жизнь, можно сказать. Потому что это, во-первых, пригодится в будущем, во-вторых, эмоции незабываемые. Это больше нигде, по-моему, нельзя получить таких эмоций, как на фотопроекте. Получаешь удовольствие от самого мероприятия и в последующем от просмотра фотографий. Не только своих, но и также девочек и всех-всех-всех, кто там был. Ну, вы представляете, полный лес какой-то вот сказочных… Нечисти. Не только там сказочные красные шапочки и мальвины. И вот кого только не будет в этот раз. Очень интересно всех увидеть. На каких условиях вообще происходит участие в проекте обычных людей? Может ли кто-то сейчас из наших зрителей примкнуть к вам 5-го числа? Что нужно для этого? Ну, для этого, если вы хотите примкнуть к нам в роли модели, то нужен будет костюм. То есть, если есть возможность его еще до 5-го числа подготовить, то как бы мы ждем вас. Если хотите принять участие как фотограф, то берите в руки фотоаппарат и приезжайте. Набить руку, потренироваться, да? Да, вполне. То есть, мы работаем и с начинающими, и с продолжающими, так скажем. То есть, с фотографами, которые просто хотят развиваться. И фотографы, которые хотят отойти от какой-то рутинной ежедневной съемки и поучаствовать в чем-то творческом новом. Это все бесплатно. Это все бесплатно. Но, так скажем, общепринятое название, которое всем известно, это мы работаем на условиях TFP. Это расшифровывается как Time for Print. То есть, условно, это время за отпечатки. Но имеется в виду снимки. Но так как у нас сейчас век цифровых технологий, то есть, никто эти фотографии не печатает. Мы их все размещаем в интернет. То есть, каждый может зайти посмотреть. Модели могут использовать эти фотографии в своих портфолио, показывать родственникам, как они прекрасно проводят свой досуг. Фотографы могут использовать их в своих рабочих портфолио. То есть, также визажисты, мастера причесок получают эти снимки и также могут ими пользоваться. Как бы для саморекламы, можно так сказать. Ну, давайте посмотрим фотографии с ваших первых проектов «Лесная сказка», как это было несколько лет назад. И вообще, моделью нужно быть, чтобы принять участие в этом проекте? Это самая первая «Лесная сказка» была. Нужно быть обязательно профессиональной моделью? Нет, не обязательно. Обязательно, совершенно не обязательно. То есть, многие спрашивают, а вот я не профессиональная модель, я никогда не фотографировалась, могу ли я принять участие. Может принять участие абсолютно любой. Единственное, что важно, это желание. То есть, желание, умение позировать, оно тоже приходит только с опытом. То есть, вы этому не научитесь, если вы не будете посещать подобные проекты. То есть, мы всем рады. У нас фотографы очень доброжелательные. Всем все подсказывают. Показывают, куда встать, как вот они видят какого-то человека в каком кадре. Ну, а вот что касаемо причесок и макияжа, нужно приезжать уже в готовом образе или как это будет все происходить на площадке? Ну, по желанию. Я вот, например, раньше, когда участвовала в проектах, я всегда готовила самостоятельно дома. То есть, и какие-то прически там по мере своих возможностей, и макияж. То есть, я думаю, часть моделей у нас именно так поступает. Но для тех, кто хочет какие-то невообразимые образы воплотить, с нами также работают мастера, визаж, боди-арт и прически любой сложности. Какие самые невероятные костюмы, например, образы были вот за эти годы? Даже так сложно сказать. Все были такие разные, яркие. Вот так вот. Ну, вот, например, да, девушка с орлом. Как бы тут невероятная какая-то прическа, абсолютно нереальная. То есть, весь акцент как бы на нее. Вот. Эльфов у нас всегда много. Как правило, то есть, это острый эльф. Остроконечные уши у нас. Модели очень любят выбирать образы такие, ну, чтобы быть красивыми. Чтобы вот прям девочки-девочки. Парни у нас, к сожалению, очень в малом количестве принимают участие. Поэтому они как-то ценные как персонажи. Они не хотят новую фотку на аватарку себе. Да. У меня вопрос. Как долго это все происходит? Во сколько начало? И как это все длится в течение дня? Проект, который состоится 5 июля. У нас начало в 10.00. То есть, мы собираемся, готовимся, кому нужна там прическа, макияж. То есть, кто-то приедет уже готовый. В принципе, у нас к 10 приезжают фотографы. И те, кто модели уже будут готовы работать, они могут, в принципе, уже приступить. Те, кто там в процессе будут вести эту подготовку, они, то есть, их также потом. Они получат свои фотографии. Просто у нас достаточно большое количество фотографов и моделей. То есть, никто не останется незамеченным и неохваченным. Ну, вот вспоминается сразу про Стоквашина и шарик с фоторужьем, который бегал за зайцем, чтобы его сфотографировать. А потом еще снимок отдать. Как происходит вот эта вот обратная связь? Ну, приехала я к вам. Фотограф какой-нибудь, Миша, я не знаю, отфотографировал меня. Как мне найти? Он обменивается контактами. Миша не припадет ли без вести, я не знаю, с моими фотографиями? Я всем моделям рекомендую как бы знакомиться с фотографом, с которым вы работаете. И спрашивать у него уже непосредственно, когда он сможет отдать вам фотографии, как можно их забрать. То есть, пришлет ли он их каким-то файлом на электронную почту. Либо можно будет их увидеть в общем альбоме в группе. Либо там как-то приехать и забрать их лично. То есть, тогда это стопроцентная гарантия, что вы эти фотографии получите. Брать визитку и каждый день. Да, ну конечно, фотографы у нас тоже не любят, когда им там названивают, пишут очень много, потому что им хочется так же творчества, хочется вдохновения. Оно не всегда приходит сразу. А некоторые спустя только месяц берут? Бывает и спустя годы отдают фотографии, поэтому это в пределах нормы. Как повезет. Это нужно, да, это нужно разговаривать. Но в целом у нас сразу после окончания мероприятия в группе создается альбом, куда все желающие смогут свои фотографии, так скажем, скинуть для общего просмотра. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если вы хотите принять участие в такой фотосессии, может быть, всей семьей, звоните, задавайте свои вопросы организаторам. Ну а у меня для вас есть такой замечательный кадр из фильма. И если вы угадаете, что это за фильм, то получите пригласительный билет, сертификат на весьма, мне кажется, приятную и нужную процедуру. Эпиляцию рук, ног и бикини в салоне красоты «Три коза». 202-11-22, что за фильм мы загадали. Если вы угадали, узнали, звоните. Я думаю, будем рады вам вручить наш сегодняшний замечательный приз. В каком образе будешь ты, Лена, в этот год? В этот год у меня такой образ, который я очень-очень давно мечтала воплотить, и сказка мне в этом поможет. Это девушка Эмили из замечательного мультфильма режиссера Тима Бертона. Очень-очень красивый образ, в своем платье я буду. Ну говори, как называется. Называется мультик «Труп невесты». Вот теперь аргументируй, почему ты решила выбрать именно этот образ? Вообще я люблю одевать вадебное платье. Хоть я уже и замужем, и я участвовала в сбежавших невестах, и в этом году такая возможность одеть платье. Единственное, оно будет немножко потрепанное временем, потому что эффект как бы из-под земли ему нужно создать. Я всеми силами сейчас этим занимаюсь. Каждую ночь я вылезаю из земли, пачкаю платье. Да, я его, можно сказать, и баллончиком с краской, и гуашью, и какими-то другими предметами, вещами. Землей, наверное, тоже надо попробовать. В земле только и походить по нему. Углем попробовать, да. И думаю, будет образ просто замечательный, фата уже готова. Осталось только вот немножко букет сделать, потрепанный такой, будет нормально. Буду ходить по салонам цветов и просить завявшие цветы. Кстати, тоже время. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если вы угадали, что за фильм, мы сейчас показываем вам на экран. Звоните, будем рады увидеть и слышать ваши телефонные звонки. При сертификат в салон красоты Стрекозана. Чудесную и нужную летом процедуру для всех девушек, апелляцию рук, ног и зоны бикини. Звоните, будем рады. Ну, хорошо. Выяснили, что у нас тут гарпи, значит, труп невесты. Страшно спрашивать, что за образ. У меня будет образ цветка, но цветка такого, скажем, необычного. Цветок называется венерина мухоловка. То есть это такой, он не ядовитый, он... Пожирающий? Пожирающий плоть. Вот так вот. Насекомых. То есть я планирую, что мне мастер по прическам создаст что-то невероятное на голове. Я уже покрасила там пряди искусственные, которые я буду вставлять для объема, для эффекта. Ну вот, очень много каких-то атрибутов. Я планирую делать большую муху, которую я буду пожирать. С чего муха будет готовиться? Муху хотела изначально делать из папье-маше, но на днях у меня пришла мысль сделать ее все-таки из ткани стретч. Я даже купила уже ткань ярко-зеленую, то есть вот та самая зеленая. Ну а живую поймать? Живую, к сожалению, наверное, будет не видно. Ну, если у нас тропические страны съездить, привезти. Ну да, возможно. До воскресенья успеем. До воскресенья как раз, да. Туда и обратно. Из птички какой-нибудь, из попугая сделать муху. Будет летать. То есть фантазия ваша безгранична. Почему такие образы? Полтоядные какие-то, хищные. Ну, хочется, наверное, выделяться, потому что я говорю, у нас... То есть красная шапочка уже невариантна. Красная шапочка у нас была в том году четыре. Да. И две девочки маленькие, и две девочки большие, так скажем. Вот, поэтому у нас и в этом году будет обязательно красная шапочка, как без нее. Вот, но хочется всегда что-то разное. То есть сам для себя уже определяешь, какие образы тебе больше по душе. Ну, есть фотографии у нас из прошлого года. Давайте смотреть. Уж может быть кто-то сейчас из себя узнает. Это вот Юлина дочка. Красная шапочка. Поедающая яблоки. С аппетитом с великим. Почему не пирожки? Яблоки. Были только яблоки. То есть ребенка удивили реквизитом, да? Курица в смысле тоже со съемок? Потом же, когда яблоки закончились, была курица. То есть, в принципе, человек, мама, папа, семья может приехать, да, и принять участие. А если нет костюма, у вас там что-то найдется на площадке? Ну, это нужно заранее, лучше в группе написать. То есть попросить у нас очень отзывчивые люди, на самом деле. То есть, если у кого-то что-то есть. Вот Юля, она всегда готова помочь реквизитам. У нее есть абсолютно все. У нее есть гарпи. У нее есть все. Такое ощущение, как будто у нее какой-то волшебный чемодан, из которого она постоянно достается. Кто бы что ни попросил, у нее всегда найдется. На самом деле, можно в лесу набрать веток, травы. Прямо там, да, и все, что угодно. Просто нужно вдохновение. У нас, кстати, есть телефонный звонок. Я предлагаю принять пообщаться со зрителем, с нашим, а потом продолжить смотреть фотографии с того момента, где, собственно, мы остановились. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александра. Александра, любите ли вы фотографироваться? Ну, люблю. Есть ли у вас профессиональная фотосессия, так, в вашей памяти? Нет, нету. Ну, значит, нужно. Пока хорошая погода, пока позволяет, как говорится, время свободное выходной. Отправляйтесь в леса и фотографируйтесь. Вот поедете вот так вот сейчас, если вас спросить? Бесплатно. Бесплатно. Ну, можно. Можно, не можно, а нужно. Давайте сейчас посмотрим на экран, увидим фотографию, что за фильм мы загадали. 31 июня. Фильм, покажите нам кадр, пожалуйста, да, из фильма. 31 июня. Ну, знаете, да, что 31 июня-то, по сути, в календаре нет, но фильм чудесный, замечательный. Отправляйтесь в студию красоты стрекоза. Да, что ж, а я, наверное, сейчас попрошу показать нам дальше фотографии, которые мы начали смотреть. Это с прошлой лесной сказки. А почему именно лес? Почему не вывезти куда-нибудь людей на футбольное поле, куда-нибудь в поля какие-нибудь, может быть, на стройку? Ну, наверное, потому что лес – это все-таки какая-то обширная очень тема, то есть тут в лесу может происходить все, что угодно. Русалка на футбольном поле? Ну, там трава. Нам надо лечку искать. Нам придется рыть озеро еще. Да. Ну, вот как происходит процесс подготовки, я так понимаю. Да. Как долго тратиться на одну модель времени? Ну, в зависимости от сложности образа, наверное, нет. А вода настоящая? Да. То есть… Такая вот у нас фотографы обрабатывают, делают такие просто невероятные. Вода есть там тоже, да? Вода есть, там есть вода, камни, деревья, то есть на любой вкус. Для любого образа. Вот я, собственно, была вот в таком образе в прошлом году и отмывалась целую неделю. У меня были желтые, зеленые ногти, коленки, локти, все, что только можно. Вопрос. А как это все наносилось? Я так понимаю, что это фильм «Аватар», да? Нет, это мы были с мужем тролли. А, это тролли. Да. Такие симпатичные очень тролли. Мы старались. Просто покупался грим профессиональный зеленого цвета и губочкой, то есть там, где… А вы прямо на месте это делали? На месте. В машине так делали? Да, мы… А обратно? Обратно мы мылись вот в том самом озере, который вы сейчас видели на фотографии. Поэтому он такой, да? Да. Поэтому, что смогли, отмыли, остальное все было… отмокали в ванной. Вот, то есть с мочалкой терлись очень долго. Но ради таких кадров, как бы, я думаю, стоит. Какая-то нетипичная красная шапочка в объятиях красного волка, серого волка. Собаки, это, по-моему, настоящие тоже, да? Да. То есть в этом году будут какие-то еще живые существа рассказывать? Козы. Из сундучка Юли кто? Козы? Козы. Я привожу коз, да. Еще обещаю нам питонов привезти. Ну, так, чтобы люди использовали в своих образах. Типа год козы. Давайте фотографируемся с козой. Ну, там у нас пастушка будет. Ей же козы нужны. Я, как в роли гарпии, буду есть. Охотиться за козу? Есть. Я могу тоже есть козу. Да. Какие-то выраженные девушки. Ну, так вношу вклад свой в проект. Ну, и козлам тоже хочется фотографий профессионал. Да. Может, его вкусняшками их там в макорбе. Ну, это хорошо. На природе хорошо дышится. И, в принципе, как бы хорошо они будут, надеюсь, себя вести. Кстати, на самом деле, мода на фотографии, наверное, никогда не пройдет. И люди, которые любят фотографироваться так или иначе, следят за какими-то тенденциями. Так вот, мы на улице города обратились к нашим зрителям, к нашим горожанам с вопросом, следите ли вы за модой. Давайте посмотрим. В Самаре можно познакомиться, да, куда угодно в лагере, там, на работе тоже самое, да, просто даже на улице или на остановке. Думаю, на Самарской площади. Сложно сказать. Наверное, на танцах. Я не могу это сказать, потому что я замужем, я этим как-то особо не практикую. В Самаре можно познакомиться в фитнес-клубе. Можно познакомиться, я думаю, что на работе, да, в объединении людей. Ну, в любом случае, можно увлекаться различными хобби, да, там, ходить на рисование, ходить на сальсу, сейчас это очень популярно. Ходить на английский язык, на обучение различные, там, курсы. И где-то что-то, я думаю, выстрелит обязательно, особенно если это судьба, то сто процентов. Набережная, а также театр, оперы, балеты, то есть культурные какие-то искусства, парки, клубы, для тех, кто молодые, там, в клубах, больше я не знаю. На набережной, в клубе каком-нибудь, в кафе, в ресторане. Ну, и даже не знаю, я познакомилась по объявлению. По объявлению? Ярмарка Плюс. То есть вы объявление нашли? Да. И как, это страшно было? Да нет, просто позвонил он мне, еще встречу назначил и познакомился вот с ним. С ума сойти? Интересно, где. Ну, если учишься в институте, значит, в институте. Ну, если в школе тоже, бывает, и в школе первый львов встретится. Ну, такая юношеская, я имею в виду. Ну, а, в общем-то, возможно, даже на производстве. Везде. Я не знаю, вопрос такой странный. Да, слежу. Ну, местами. Там, если где что-то не понравится, я это не ношу. А где хорошо, то можно и надеть. Нет. Никак. Скорее, да, чем нет. Я смотрю журналы. Смотрю на улице людей. Я даже не могу сказать, как. Я бы не сказала, что я прям вообще стопроцентно следую моде. Ну, стараюсь, по крайней мере, выглядеть согласно своему, своей фигуре, скажем так. Я не слежу за модой. Я вот одеваюсь так, как вот у меня душа просит. Нет. Не особо слежу. То есть, мне нравится определенный стиль. То есть, я не особо слежу, как бы, и не собираюсь. То есть, что мне нравится, что я одеваю. Нет, не слежу. За модой не слежу. Нет. Ну, как? Ну, я одеваюсь по вкусу. Что мне идет, ты одеваешься. Телефон прямого эфира 202-11-22. Напоминаю, звоните нам в студию, задавайте свои вопросы нашим гостям. Мы рассказываем вам о фотопроекте «Лесная сказка», который состоится уже в ближайшие выходные, 5 июля. Можно приехать на, в общем-то, нафотографироваться от души, наделать кучу снимков. И если какие-то вопросы к организаторам есть, давайте, звоните, задавайте. С нами по-прежнему здесь Анна Забелина, организатор проекта «Модель». Я вас приветствую, Анна. Ну, и к нам присоединились парикмахер-стилист проекта Дмитрий Мельников. Здравствуйте. Фотограф проекта Евгения Майер. Здравствуйте. И визажист проекта Ксения Маршова. Здравствуйте. Ну, я хотела спросить, наверное, у Анны, как происходит отбор вообще специалистов, которые участвуют в ваших проектах? Ну, отбора у нас как такового нет. Нет, принять участие может абсолютно любой желающий, и как среди фотографов, так и среди моделей, и мастеров. То есть мы рады всем. Чем больше, тем лучше. Так, если у человека нет опыта, говорят, я вас накрашу, так и быть. Без разницы. То есть, ну, как бы, это выбор модели, к какому визажисту идти. Так по лицу и не понять. Ну, у каждого мастера есть свое портфолио. Если оно есть, то можно оценить работу по нему. Если его нет, то можно стать частью этого портфолио. Набраться смелости, так скажем, и сделать приятно не только себе в виде красивых кадров, но и визажисту. Ну, мы сейчас как раз таки специалисты. Мы перейдем. Дмитрий, как попал в проект? В прошлом году я увидел в какой-то группе самарской объявление, что будет проект, требуются парикмахеры, визажисты. Я думаю, была не была, пойду, попробую. Ну и как? То есть, оставляешь заявку в определенной теме для специалистов, и люди сразу начали писать, потому что в наших этих проектах участвует очень много людей. И на расхват мастеров. Ну и сколько времени примерно тратится на каждого человека? В зависимости от образа. Ну вот какой запомнился, может быть, больше всего? Трудно, сложно, не получалось или наоборот быстро получилось? Нет. Самый, конечно, запоминающийся образ был у Юлии, лесная владыка, она была хозяйка. Это с гнездом на голове? С гнездом на голове. А из чего делали гнездо? А почему гнездо на голове? Планировалась совершенно иная прическа. Мы хотели просто сделать какой-то объемный пучок, возможно, туда курочек декоративных поставить. Но мы опять же это делали в лесу, и подручные средства оказались на земле мох. Мы решили, что будем декорировать мхом. Ну и как? Нашли солому. У Юлии, как всегда, огромный выбор аксессуаров. И все-таки сделали мы чудо. Понятно. В этом году, как ожидается, много народу? Я стараюсь не брать очень много народу, чтобы не обещать, чтобы успеть по времени. Но в среднем 6-7 человек есть. Все довольны? Не было недовольных. Не, ну а вдруг потом ловят где-нибудь и говорят, что ж ты со мной сделал? Нет, такого не было. Ну это все на условиях таких, что мне подсказывает идею, я творю. То есть, как правило, всем нравится. Ну это здорово. Ну вот если я спрашиваю теперь визажиста, как происходит работа визажиста на проекте? Люди все разные. Кто-то себе нравится после макияжа, кто-то не нравится. Как тут будет реакция людей? Ну чаще всего люди обращаются в те, которые все-таки не профессиональные в сфере визажа. И чаще всего они тоже становятся довольны, потому что образы все довольно-таки яркие и самим иногда не воплотить. Когда, например, та же самая Юля, владычица лесная наша, которой мы с Димой вместе создавали этот образ, обратилась ко мне. Это была моя первая такая пробная фотосессия. Я тогда только отучилась на визажиста, и Юля мне написала как визажисту. Для меня это был сначала, конечно, шок. Потом я собралась, и мы это сотворили. Это было просто что-то, нечто. Я смотрела очень много видео, разные образы. И когда мы все-таки это сделали, были все в шоке. Я считаю, да, ребят? Это было вообще просто фееричное. Когда мох на голове, зеленые глаза, все в зеленом платье. И еще мы тогда нашли девочку, которая рисует боди-арт. Ей нарисовали просто, ну не знаю, потрясное дерево. Ну... Все сложилось. Да, вообще все сложилось. Это был первый такой шаг в моей сфере визажа. Потом я уже начала от этого плясать. У меня появилась какая-то внутренняя гордость, что я могу. Уверенность в себе. Уверенность, да. И я начала дальше. И теперь очень много... Спасибо этому проекту. На самом деле очень много клиентов, очень много довольных клиентов, которые остаются. Мало на самом деле клиентов, которые говорят, ой, нет, смотрите, я себе не нравлюсь. Простись сами. В конце концов, можно так сказать. Ну, как бы вот так. Ну, а вот в условиях леса много людей, кисточек на всех не хватает. Как происходит все-таки процесс дезинфекции, стерилизации, если вдруг кого-то это интересует? Кисточек довольно-таки много. Конечно, покупается, потому что люди все разные, и все трепетно относятся к своему лицу. Как бы никто не хочет, чтобы кто-то чем-то заболел, не дай бог. Также это все дезинфицируется. Перед тем, как приехать в тот же самый лес, кисти дезинфицируют специальных дезинфекторов. Они обрабатываются. На каждую... Ну, я не беру много на самом деле себе моделей. Я беру одну-две модели, чтобы кисти были на всех модели по одной. И потому что, если много... Ну, на самом деле, если это будет, как у Димы, например, да, там, 6-7 моделей, мне просто не хватит. Это будет один чемодан кистей. Косметику будет складывать некуда. Ну, то есть, в принципе, один-два человека как раз... На каждого там, да? У визажистов много получается. Ну, у нас визажистов недостаток, можно сказать. Потому что у нас, как только появляется какой-то новый в теме мастер, сразу как коршуны все на него слетаются. Накрасьте меня, возьмите меня. То есть, визажист у нас всегда на расхват, поэтому мы всех приглашаем. Если вы визажист и смотрите нас. Да, еще не поздно. Для портфолио, да, хорошая такая перспектива, заманчивая. Ну, хорошо. Давайте поговорим с фотографом. Жень, ну, вообще, как попала ты в этот проект? На самом деле, для меня это был стартовый такой начальный этап. Для многих, я так подозреваю, это уже все раскрываются потихонечко. Да, безумное спасибо этому проекту, потому что знакомишься настолько талантливыми людьми, от которых просто питаешься этой энергией, и потом хватает ее, конечно, на очень долгое время. Сколько ждут фотографий? Давай рассказывай, как это происходит, чтобы вопросов не было. Как правило, самые-самые красивые образы, которые мне приглянулись больше всего, я делаю практически на следующий день, по одной фотографии могу уже выложить. Потому что, естественно, людям уже хочется увидеть себя, как они получились, как они воплотили этот свой образ. А вдруг кому-то не понравилось, а ты выкладываешь на всеобщее обозрение, кто-нибудь потом пишет и говорит, боже мой, Женя, убери, я себе не нравлюсь. Ну, как бы я считаю, что, идя в этот проект, они уже априори должны понимать, что визажисты, стилисты, фотографы, им нужно портфолио, они тоже за этим идут. И не выложить эти фотографии, ну, как бы... Подставить всю группу. Да, подставить всю группу. То есть, получается, в принципе... Да, не гласно, все друг с дружкой соглашаются относительно того, что, чтобы не получилось, мы это берем в работу и, как бы, работаем уже с этим. Ну, да. Все ваши... У меня здесь длинный нос, а здесь у меня разный глаз. Это, я так понимаю, все остается при человеке, да? Да. Друзья, ну, если есть какие-то вопросы, давайте звоните, там, 202-11-22, телефон прямого эфира. Пришло время следующего розыгрыша, и мы разыгрываем замечательный сертификат от Quest Time на прохождение квеста «Дело номер» на 500 рублей. Целый такой хороший подспорье для того, чтобы выиграть и, в общем-то, провести время с пользой. Звоните. Что за кадр, из какого мультика мы загадали? Давайте будем угадывать все вместе. Ну, и, конечно же, хочется вам напомнить, друзья, что у нас еще на телеканале «Самарагиз» продолжается фотоконкурс вместе с газетой «Вабанк». Называется этот фотоконкурс «Лето с Вабанкой» «Самарагиз». Приз-путевка в круиз. Что нужно сделать для этого? На отдыхе где-то сфотографироваться, сделать селфи или попросить кого-то из родственников сфотографировать вас с газетой «Вабанк», чтобы она обязательно была в кадре, и выложить у нас в группе ВКонтакте. Все подробности можно найти в газете «Вабанк» и в группе на сайте телеканала «Самарагиз». «Самарагиз.ру». Ищите нас, принимайте участие в конкурсе, в круиз очень хочется отправиться. Ну и, конечно же, ждем ваших звонков для того, чтобы вы отгадали, что за кадр мы загадали, и получить замечательный приз, как раз-таки сертификат на прохождение игры «Квест». Еще у нас есть фотография с какого-то внепланового проекта, называется «Этника». Аня, что за проект? В прошлом году мы провели «Лесную сказку». В июле модели были просто в восторге, особенно новые участники, которые впервые посетили данный проект. И они начали нас просить, чтобы мы сделали еще какой-то фотопроект, прям вот сию минуту и немедленно. Но так как для подготовки качественного проекта нужно как минимум месяц, чтобы собрать народ, чтобы найти визажистов, фотографов, то мы в августе прошлого года провели фотосет под названием «Этника». То есть мы собрали там уже узконаправленные, более узконаправленные, чем «Лесная сказка», образы этнические. Но на самом деле эта тема тоже очень обширная. То есть каждый может воплотить любые свои какие-то фантазии, желания и видение себя в каком-то образе. Да, вот возможно дети очень любят играть в индейцев. То есть для них, мне кажется, этот образ просто идеальный. И вот девушка у нас была шаманом, она привозила с собой настоящего маленького питона. С ума сойти, на что только люди не идут. Да, вот у нас не гейша была. Для того, чтобы как-то эти вот какие-то прекрасные моменты остались в памяти, да еще и реквизит, аксессуары, животных привозят. Вот даже драконы у нас были, прилетали на огоньок. Вот я думаю, что чей это, наверное, как раз-таки опять Юлин, да? Юлин, да. Так он, вопрос, вот я так понимаю, что люди могут приезжать и уезжать, да, в течение этого дня? Да, у нас не, ну у нас есть фиксированное начало, но окончания мероприятия как такового нет, оно заканчивается тогда, когда последняя модель, последний фотограф покидают место мероприятия. На полусогнутые, да? Мы никого не гоним, вы можете оставаться сколько угодно по времени, то есть как вам комфортно приехать на час, на два, на пять. Некоторые у нас приезжают до мероприятия, ночуют и с утра как бы встречают приезжающих гостей. То есть летом погода это позволяет и можно совместить приятное с полезным. Угу, друзья, есть у нас телефонный звонок, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Светлана. Светлана, очень приятно. Светлана, вы любите фотографироваться? Да, люблю. Профессиональные фотосессии бывали у вас? Нет. Угу, а хотелось бы? Да, можно. Ну, а если не секрет, вот если вас как бы поместить в лесную сказку, какой бы образ вы для себя выбрали? Белоснежки. Ага, семь гномов есть у вас, ребят? Идем. Белоснежки, так. А если не Белоснежки, то еще кого, если не секрет? Гномикам. То есть, в принципе, можно, да, вот так вот совмещать приятное с полезным. Ну, так давайте сейчас посмотрим на экран, мы увидим кадр из известного мультика. Что за мультик? В следствии ведут колодки. Верно, режиссер Александр Татарский, год 1986, вам отправляется в подарок сертификат на квест, на игру квест, дело номер, так называется этот квест, от Quest Time. На 500 рублей отправляйтесь проводить время с пользой для души и тела. Ну, хочется, друзья, напомнить вам, что мы рассказываем про фотопроект «Лесная сказка», он уже идет четвертый год. Вот, если, допустим, кто-то сейчас смотрит нас и нет у человека ни интернета, ни контакта, ничего, как найти вас 5 июля, как не заблудиться в лесах? Сложно сказать, но мы будем в определенном месте, то есть если знать, какое это место, могу сейчас сказать, что мы будем на Царевкургане, то есть там такая примечательная бело-синяя церквушка, вот непосредственно за ней находится тот лесок, в котором мы будем. Возможно, на подъезде к этому месту можно встретить будет уже персонажей, участников, я думаю, что мимо никто не проедет, да, и волки, и козлы, опять же, вот, возможно, будет проползать питон, то есть я думаю, что мимо точно не проедет никто, ну и, наверное, мы будем шумно веселиться там, потому что у нас около ста человек планируется. Ничего себе. Вот, я думаю, что будет не только видно на сне, но и слышно. Такой вопрос. Дима, какие пожелания, может быть, у тебя к людям, которые тебе будут приходить на прически? Какие должны быть волосы, может быть, как мыть, не мыть голову утром? Обязательно мыть голову. Пожеланий, в принципе, помыть голову. И все. К определенным моделям, то есть мы заранее обсуждаем образ, и я уже говорю, что лучше сделать, там, накрутить бигуди, либо как-то иначе обработать волосы. Но в основном... Покрасить их в зеленый цвет. Покрасить, да, то есть иногда приходится там с гуашью поработать, с какими-то смываемыми стайлингами. Несмываемыми. Несмываемыми. Да, всякое бывает. И, то есть, заранее мы, конечно, обсуждаем, то есть я предлагаю идеи, мне предлагают идеи. Но, как правило, то есть происходит это все уже на месте, готовится образ, и, как правило, это полная импровизация. Да, то есть не всегда идет так, как задумывалось. Не всегда идет так, как задумывалось, всегда идет что-то интереснее. Ну что, друзья, сегодня мы поговорили о том, как замечательно у нас проходит проект под названием «Лесная сказка». Если вдруг вы заинтересовались, мы обязательно выложим всю полезную и нужную информацию у нас в группе программы «Универсальный формат». Ищите информацию, приезжайте, приходите. Если вы визажист, стилист или фотограф и есть желание поучаствовать в этом проекте, также заявляйтесь. Нам вас очень не хватает. Ну а если вы будущие модели, начинающие или просто люди, которые никогда не хотели стать моделями, но хотят хорошие фотографии, тоже приходите, будет весело. Вот встретимся, повеселимся в разных образах. Друзья, спасибо большое всем за внимание. И я думаю, что сейчас самое время стоит напомнить вам о том, что у нас проходит конкурс. Конкурс совместно с телеканалом «Самара Гиз» и газетой «Вабанг». Выложи свою фотографию с газетой «Вабанг» и получи приз, путевку в круиз. Ждем ваших фото. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова